Значит, здесь будет замена сантехника, соответственно. Плитка, плитка половая. Здесь тяжелая стяжка, вот так вот, чтобы утек был. Есть определенные сложности. Так, ну, значит, потолок, скорее всего, это все обновится. Душевые эти страшные тоже будут обновлены. В Ухженском, значит, плитка будет полузаменена, поберено все и отшукатурена печь. Банный комплекс на улице Семена Середы, как говорят в таких случаях, вместо намоленное. Неудивительно, что его закрытие вызвало среди рязанцев небывалый резонанс. Впрочем, приостановка работы мера вынужденная, говорят сегодня в городской администрации. И призывают не верить слухам. Это советское наследие последний раз ремонтировали 15 лет назад. Да и то, косметически. Газом здесь иногда пахло, безопасностью нет. Это непосредственно горелки, которые нагревают камни в парилке. Как мы видим, они тоже без автоматики установлены. Специалисты Гургаз сказали, что данные горелки тоже нельзя использовать в дальнейшем. Ни при каком раскладе. Во-первых, отсутствие автоматической отключения газа у них. Во-вторых, они просто уже не соответствуются. По современным требованиям не проходят. По сути, это просто труба, в которой несколько отверстий, из которой идет газ. То есть, газовики когда вычили, у них посидел тут этот... Внутренний ремонт помещений не самая накладная часть проекта. Сложнее всего было согласовать его с газовиками и провести нужные экспертизы. Капитальный ремонт арендаторы начали с котельной. Решение вполне очевидное. Вот эти котлы-реликвии уже точно работать не будут. Им на смену установят современные агрегаты. Будут установлены новые современные котлы. Будет установлен новый редуцирующий узел. И, соответственно, новая сеть газопотребления будет разведена по всему территории банного комплекса. Современные котлы уже с термическими теплообменниками будут. С дополнительными расширительными баками. Поэтому тут мощности будет хватать. Для жителей точно никакой угрозы не будет. Примерная математика капремонта 10 миллионов рублей. Львиная часть этих денег – новые котлы и проектно-сметная документация. После установки оборудования с внутренним ремонтом здесь пообещали не тянуть. И для самых привередливых оставить небольшой экскурс в советское прошлое. Как, например, вот эти гранитные тумбы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Зону дистанции.